Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Зарбаба, мы продолжаем проходить игру Mass Effect Andromeda. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, но капитан Шепард в итоге спас Да, но мы нашли преемника и все было нормально Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Ну и в итоге Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Так он в итоге с вами прилетел или не с вами Дима Торзок 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 А потом вместе пойдем. А она уже здесь. Круто. Ха-ха. Ты не поверишь. Кто это будет? Ум, мама. Нет вопроса. Wait a minute. Elizabeth Reilly? The initials. E.R. Ты говоришь... Я видел папа последний памятник. Е.R. Это Эллен Ридер. Он привезти к ней. Сара, это мама. О, Господи. Как это возможно? Редактор субтитров. Я не знаю. Г- Я просто рад. это да это я с тобой согласен вот блин варианты конечно хороший рисковать нельзя и этот хороший вариант но и хороший вариант надо ее вылечить мое какое какое может быть про это смары скинулся алик или ворот приходит антромедаа и указан у сотен процентов сакан кудра и нынешний экзот валипл и счета Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ая... Одно задание... Два задания на Ая... Поговорить с этими мудрецами... Ну и в принципе все... Тогда я предлагаю нам сейчас... Первым делом, конечно же, отсканировать все известные нам планеты, которые сейчас открылись... Ну а после чего... Скорее всего, наверное, я первым делом полечу на Аю... А, кстати, да... В комнату первопроходцев... Отмечать... Веселиться... Тем более повод-то большой есть! Мать-то жива! Мать жива! Просто... Восхитительная новость! Осталось только лекарство разработать и... Просто прекрасно все будет! Вообще неожиданный поворот! Вот вообще! Такого... У меня даже мыслей таких не было, что... Вот так вот все выйдет... Вот так вот все выйдет... Георгию пытаться в пути от Солария... Согласно дать его всюську... То-что все, в то же время! Солария планирует оборудование, в зависимости от Соларии... Возвращаясь на Соларии... Следующий пол изъемных пасов, кстати! Просто-что? В, каком 안에 на Слажь и Райдер-зоулт данные, Кет будет зарядке от болтов. Мне дать вам нашу самым... Я выберу ему книги, тоже. Нише всего, чтобы успествовать и как западала свои пасы. Вся, кто-то не снигли... Ну, в принципе, помешали бы еще больше тренировочек. За хороших коллег, за исследование открытия. Давайте за хороших коллег. Все. Ну что ж, попробуем сейчас с ними поговорить. Может быть, они что-то скажут. А, ну, в принципе, мы можем с ними пообщаться. Ну, давайте пообщаемся. Выжившись на Тануса. Ну, что ли? Да. 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 Это я читать не буду. Танус. Да. Да. Модель Равуны, раннего турианского звездолета, который первым прошел через МАЗ ретранслятор. Интересно. Что у нас здесь? Голограмма планеты. У нас здесь сейчас все на 100% абсолютно. Мемориал. С чувством особой гордости мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за исследования и открытия. Понятно. Этот резкий тройный суток, сегментов, у нас чтобы был очень игроки. А больше нас велика мы были в планах. Мы больше Squawk мы можем найти в планах. Мы верим нам в сделки для вопросов за куток. Много нас расскажем нас в ответ. Но мы больше знаем, что мы готовы к нам, про то, как мы сп defenderли. Так как мы стал этим создать имя, что вы крайне вернулись к нам. Как ты занимаетесь в эту силу? Мой помощь, что я теперь я нашел нить в милки в туалочку для милки-городки, За годы мы знали, что планета не смогла поддерживать нас, так что я был какой-то героем. Моя работа заинтересовала твой отец, и он... как бы я сказал... ...святил на мальчика для меня в инвестиции. О, да? Твой отец мог бы быть очень мальчичным, когда он хотел. Что это ты стремишь для? Для тебя, я имею в виду? Для меня? Все, что я хочу, что я хочу. Я проведу много времени в глаза, пытаясь понимать себя. Некоторые могут найти это нарциссистическое, но в понимании себя, я могу стать настоящим моментом, с небольшим self-interrogation. В конце концов, мотивация должна жить жизнь без regret. Я сейчас пришел близко. Что ты можешь сказать о мой отец? Он был знаком. И то, что он делал с мной... ...вот делал с уверенностью. Но я могу сказать, что... ...это алик-райдер он показывал в мире, ...святая слива из всего. Он чувствовал, что, чтобы lead... ...нужно прожить уверенностью. В меня, он делал с мальчика и думать, ...святая несколько. Я считаю это огромное compliment. Рисовка Хедер с помощью моего отец. Он является мой отец, адвокат и держrel. При этом наступает. Мы гидаем так много наших солидей в нашим вибриде, ...поставили несколько рames поживая. Хедерсит, длинный офицер. СлFunnels для него. Он сделает твой путь. Он правительный наступ. Я считаю, что он будет rationен какой-то матери. Продолжение следует... 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 Кстати, есть еще и утиль... Хотя, по-моему, ничего не было, да? Всякие модули, модули... Минерала нет... Модель флагмана Архонта... Возьмем... Все остальное... Мне не нужно... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Где у нас Айя? Айя у нас наверху, поэтому давайте, наверное, изучать снизу. Это у нас Тагисан. Есть аномалия. Продолжение следует... Астероид. Это у нас астероид. Ну, скорее всего, какие-нибудь минералы будут. Астероид. Астероид. Ну, а я думал, какие-нибудь минералы. Никак не ожидал. В смысле, еще есть аномалия? Ничего себе. Это тоже интересно. Две аномалии в системе, такого не было. Еще один... Астероид. Но, скорее всего, там уже минералы. Массивный астероид размером с Луну. Он может послужить прекрасным местом для базы во время будущих исследовательских работ в поясе астероидов. Залежи алюминия, да. Здесь теперь залежи. Серьезно? Три аномалии? Ничего себе. Обломки корабля. Ой-ой-ой, не туда, не туда, не туда, не туда. Давай к обломкам. Три аномалии в системе. Такого еще ни разу не было. Впервые. Кажется, это обломки кетского десантного корабля. Может быть, он разыскивал технику реликтов в поясе астероидов? Возможно. Все, закончили. Теперь по планеткам. Раз мы здесь недалеко, давай, наверное, сюда начнем. Биллоун. Планета получила название в честь ангара исследователя, погибшего на ней. Обитатели скопления относятся к этому каменистому месту с уважением. Угу. Никаких аномалий нет. Хорошо. ВАОГИ. Излучение из Мечного Пути показало, что на планете находятся поверхностные залежи минералов. Непосредственный осмотр опроверг эту информацию. То есть ничего здесь нет, да? Никаких минералов. Гарриев. Под плотнейшей аргоновой атмосферой Гарриева в подземных водоемах процветают различные микробы. Ну и последняя планета это у нас ПАС-31. Океаны замерзшего аммиака переходят в горы, вздымающиеся по краям древних кратеров. Здесь мы закончили. Следующая неизвестная нам система с вами это у нас Дарк Хега. Субтитры создавал 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 Дарк Хега. Д sundry. Система колец вокруг планеты сформировалась совсем недавно. Весьма вероятно, что из-за скверны. Денеш... Наружный слой коры Денеш состоит из кобальтовой и никелевой руды. Всканирование показывает, что планета куда менее стабильна в тектоническом плане, чем ожидалось. Здесь мы тоже с вами закончили. Очередное, это как раз у нас уже путешествие к Меридиану. Давайте, наверное, просто слетаем, посмотрим. Там, наверное, по-любому должны быть еще какие-нибудь системы. Не просто один Меридиан. Да и вылазка к Меридиану сразу вряд ли будет. Аномалии нет никаких. Н-110А Есть аномалия. Н-110А – спутник газового гиганта Н-110 на постоянно снижающейся орбите. Всего через несколько веков эта ледяная планета может упасть на своего большого соседа. Под десятиметровым слоем льда находится некий объект реликтов, пока еще не найденным гетами. Интересно. Ракоелмо. На планете не прекращаются бури. Десятки челноков-кетов дежурят на орбите, дожидаясь возможности сесть рядом с развалинами реликтов. Да, ничего себе. Этот поворот. Крупное месторождение железа готово для скорой разработки. А я думал, мы тут реликвию найдем. Реликвию реликтов. Но нет. Н-309. В атмосфере планеты находится несколько кетских кораблей, собирающих гели-3. Воздействие скверны на магнитосферу обеспечивает нам неплохую маскировку. Н-065. Несмотря на поверхность сканирования, ученые Млечного Пути считали, что планета пригодна для заселения. Сейчас она невыносимо горяча. Если до появления скверны здесь и была жизнь, теперь она утрачена. Спутник какой-то. Спутник кетов нацелен на Н-065. Собирает подробные данные о том, что на первый взгляд выглядит пустыней. Надо его, блин, отключить или взорвать. Собирает подробные данные о том, что на первый взгляд выглядит. О, она полностью захвачена скверной вообще. Огромная космическая станция реликтов, которую Архонт считает Меридианом. Внимание, обнаружено присутствие кетов. На орбите находятся несколько их боевых кораблей. Но я пока высаживаться здесь не буду. Мы здесь с вами закончили изучать эту систему цивки. Теперь сюда, Киндракс. Ну, высадка на Меридиан, скорее всего, уже ближе к финалу будет, получается, всей истории. Поэтому, и до высадки, конечно, лучше бы повыполнять прям все задания, которые у нас есть. Не хотелось бы какие-нибудь задания оставлять невыполненными. Но у меня обычно получается так, что вот я проходил все три части, и какое-нибудь задание достается невыполнено, блин. Особенно чаще всего тест-таки, где вот именно просто тупо поиск. Не зная точных координат, просто поиск. Боевой корабль кетов попал в щупальцы скверны и оказался разорван над частью. Мендрадим. Скверна сорвала большую часть атмосферы Мендрадима, остались лишь яростные грозы и пустоши под ними. На поверхности кое-где можно заметить следы растительности. Н202 Поверхность планеты, названной научной группой восхитительной, состоит в основном из олова и бора. В ее кольцах обнаружены следы органической жизни. Возможно, кольца образовались из разрушенного спутника. Место крушения. Обломки челнока инициативы. Рядом дрейфуют детали мощного сканирующего оборудования. Н-073 Постоянная вулканическая активность на планете выносит магму на поверхность. Там она постепенно отвердевает. Ну и последняя Тунхарасет. На планете обнаружены следы техники реликтов и кетов, скрытые воздействием скверны. Раньше здесь что-то было, но потом это убрали. Следующее. Фарос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Громадные астероиды используются отверженными в качестве перевалочной базы. Здесь выстроен склад и стыковочная станция. DimaTorzok N-028 Поверхность планеты покрыта кратерами от метеоритной бомбардировки. Рядом астероидный пояс. Местный климат можно описать как постоянные клубы пыли. Субтитры создавал DimaTorzok Гриль Звание планеты дал шутник изгнанник, приметивший горячую металлическую поверхность. На планете запланирована добыча полезных ископаемых. Поток лавы из этого вулкана уничтожил необитаемый пункт наблюдения отверженных, от которого осталось только сгоревшее оборудование. Эфаджа Эфаджа Благодаря необычной орбите, наклону Эфаджа страдает от снегопадов и сильнейшего ветра большую часть суток, длящихся 56 часов. Ну и последняя планета, Осиак. Эфаджа Густая атмосфера Осиак из двуокиси углерода и аргона подвергается воздействию скверны. Хотя, обнаружить его щупальцу по пути следования планеты не удается. Что же за аномалия у нас здесь? Опять какой-то спутник. Да, спутник. Этот кецкий спутник быстро обрабатывает данные об атмосфере Осиак, хотя серьезно поврежден во время бури. Отлично. Здесь мы тоже закончили. Сколько у нас еще остается систем? Неизведанных Это Скелда И Шоджаон Ну что ж, эти две системы оставшиеся будем сейчас с вами в следующей серии. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу в контакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok